После задержания в минувшую пятницу одесской полиции своего помощника Алексея Середюка, нардеп Оксана Корчинская пообещала, что она приедет в Одессу. Заступиться за активистов и выяснить, что же не так с одесской мэрией и одесской полицией. Своё слово народный депутат Украины сдержала. Всего было несколько целей. Поддержать антитрухановский Майдан, провести ротацию одесских медиков на передовой, узнать, действительно ли в Одессе полиция позволяет себе антиукраинские настроения, почему полиция получает приказы от муниципалов и, наконец, почему мэр не приемлет палаточный городок. То, что происходит в Одессе, нам кажется, что это какая-то такая сепаратистская разговора, которую мы очень переживаем за последствия поведения мэра Труханова в Одессе, чтобы это не было попыток повторить дестабилизацию не только в Одессе, но и в стране. Мы понимаем, что происходит сейчас, и для меня принципово сейчас поддерживать общественных активистов. Как только будет первая возможность поднять российский прапор и кричать «Слава Путину», такие подобные мэри это будут делать. Мы не можем этого допустить, и поэтому депутаты это понимают, Одесса для нас принципово важное место. Вместе с нардепом в полицию пришел и ее помощник Алексей Середюк, обвиняемый, в частности, в нанесении повреждений сотрудникам правоохранительных органов. У него были свои претензии к полиции. Выяснить ничего не получилось. Алексею назначили новую встречу на пятницу. На жаль, следствиям не было надано видеоматериалы с регистратора полицейских. Следствия не знают, чьи это материалы. Есть подозра, чтобы они отключали специально, когда они были нашего бойца-добровольца, и когда в машине эти разговоры про сепаратизм. Нас переконав слідчий в том, что он сделает запись, и мы получили видеоматериалы. Мы на данный момент подали только вимогу щодо камер спостережения из машины полицейской и из нагрудных регистраторов, которые есть у полицейских. Хотя и правоохранители, и слідчие, и наш адвокат подозрю, что под час этого конфликта, и когда они высловывали свои антидержавные заявки, эти полицейские, что они под час этого все-таки регистраторы свои выключали, но там будет видно. Оксана Корчинская, в свою очередь, отправилась на Домскую площадь посмотреть на так называемую ярмарку имени Труханова, который заменили палаточный городок оппонентов мэра. Несмотря на хор про мэрских депутатов и про мэрских же общественников, нардеп фактически провела прием граждан, пообещала, что, возможно, скоро здесь появится и ее передвижная приемная. А потом было двухчасовое общение с мэром за закрытыми дверями. В комментарии прессе народный депутат отметила, она попыталась донести до мэра позицию, что палатки мирный протест – это нормально, это законно, это по-европейски. И во многих городах Украины стоят палаточные городки и всегда будут недовольны властью. Но мэр, по словам нардепа, ее не услышал. Я просила мэра не влаштовывать все-таки эти разгоны мирных демонстраций, збираться с тем, что всегда каждое украинское місто, село мае право на мирную демонстрацию, мае право на мирные наметы, если они официально зареєстрированы. Я просила мэра не провокировать ситуацию, когда только поставка намета перетворится в бийную. Больше того, когда одних АТОшников провокуют против других АТОшников. Вот это жахливо. Мне сейчас с керівництвом и лікарями вашего Одесского госпиталя нужно уезжать в зону АТО, в 61-й госпиталь, потому что у нас там ротация. Если будут дали провокации, если будет влаштовываться бойня из-за наметов, из-за мирного протеста, мне придется лишаться в месте Одессы. Оксана Корчинская также заметила. У нее есть информация о том, что скоро в Одессе поставят свои передвижные приемные еще несколько нардепов. Так что Труханову придется смириться и не провоцировать протестующих. Иначе, уверена Оксана Корчинская, число подписей под законопроектом о досрочных выборах Одесского городского головы будет только расти.